В начале своего общения с журналистами руководитель главного управления Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева рассказала о значимой роли в работе ее ведомства, которую приобрел областной портал Добродел. Как отметила Татьяна Семеновна, порядка третий обращений на портал входит в компетенцию Государственного административно-технического надзора. Это помогает быстро и эффективно работать с нарушениями. Кстати, основная их часть – благоустройство. Особенно много жалоб было на несоответствующее состояние детских игровых площадок. Но ситуация постепенно меняется. Реакция на них, как правило, была молниеносной. И на более 4000 детских площадках были устранены травмоопасные элементы. С другой стороны, работа по установке новых детских площадок шла весь 2017 год. Они обновлялись, модернизировались. Я хочу сказать, что в реестре Госадмтехнадзора за этот год прибавилось 1258 новых адресов детских площадок. Из них, все равно отмечу, 202 по детской площадке, построены по программе губернатора Андрея Ивановича Воробьева. Еще одна серьезная проблема всех районов Московской области – парковочные места. У нас вот на 2017 год, на сегодняшний день уже создано более 75 тысяч новых парковочных мест. Данная работа велась во всех муниципалитетах по муниципальным программам без исключения. В пятерку самых частых нарушений этого года входят нарушение тишины и покоя граждан, нарушение сезонной уборки, парковка на газонах и зеленых насаждениях, свалки и навалы мусора, содержание контейнерных площадок. Причем активные жители уже выходят за рамки интернет-обращений. Надо сказать, что мы очень работаем с этими активными пользователями соцсетей. Многие из них уже в 2017 году стали нашими внештатными инспекторами. Причем сегодня существует даже специальное мобильное приложение для таких граждан. Наше приложение, которое, кстати, является отдельным модулем в доброделии «Народный инспектор», когда люди уже не просто словом, но и делом вовлечены в процессы наведения порядка на территории Подмосковья, это имеется в виду парковка на газонах и детских площадках, когда через приложение любой житель Подмосковья может помочь инспектору решить эту проблему. С началом зимы у инспекторов Госадмотехнадзора добавится задача. Начнутся снегопады, выпадет снег, гололед, то у нас начнутся все наши основные спецоперации, которые так и называются, снегопад, кровля. То есть мы будем надзирать за состоянием наших дорог в первую очередь. У нас есть выделенные участки самых опасных дорог. У нас будет надзираться направление во всех муниципалитетах такое, как уборка снега, вывоз снега, кстати. Все места снегосвалок у нас во всех муниципалитетах определены. Основу 2018 года специалисты Госадмотехнадзора получат полномочия в сфере ЧАЭС. Инспектора Госадмотехнадзора с 1 января выходит на проверку объектов именно по чрезвычайным ситуациям. Этими полномочиями нам передала МЧС. В завершении пресс-конференции Татьяна Витышева подчеркнула, что Государственный административно-технический надзор продолжит активно сотрудничать с гражданами через обращение на послал Добродел и непосредственно на ресурсы службы. Взаимодействие общественности и инспекторов на местах позволит эффективно и быстро решать проблемы жителей Подмосковья. Денис Нитков, Сергей Емельянов, Воскресенские вести.